Член Совета Республики и Национального Схода Республики Беларусь Алексей Неверов сегодня провел промой телефонной линии и особистый прием граждан. Правда, завертались до него не только как до сенатора, но и как до старшины областного объединения профсоюзов. Об огученных проблемах и принятых решениях – сюжет наших корреспондентов. С начала две годины промой телефонной линии. Среди огученных проблем – выкористание в жилых шмат поверховых домах старых лифтов и необходимость их замены. Предоставление и льгот молодым специалистам, які навучались за уластный кошт. Неадекватные покарания за нанесенную предприемству экономичную шкоду, коли помер штрафа у разы перевысил реальные страты. Отповедное пытание дарыча утрымливается у спися, распроцованных сенаторами, пропанул по внесению изменений у администрационный кодекс. Зараз йон накерованы для разгляду администрацию президента и совет министров. Обража таго же хоро-региона хвалюя реализация некоторых положений новой редакции прационного кодексу. Люди в первую очередь интересуются жилищно-коммунальными вопросами по месту своего жительства, вопросами новой оплаты труда в бюджетной сфере, которая у нас сейчас актуально рассматривается. Был даже вопрос по празднованию 75-летия Победы, как будут участвоваться ветераны. Почас особистого приема – размова об якости дорог, просолотковании и взялении жилья. Для того, как принять объектуное решение, по некоторых зворотах будет проведено удокладнение у всех обставинов. Ситуация, которую огучивает мать героини Татьяна Чыкунова – явный законодавчий пробел. Для Алексея Неверова цикавая шеяк для члена Совета Республики. У женщины пятеро детей, и она узнагароджена орденом мать, але практически немая никаких льгот. Коли б детей было на одного больше, ситуация отрознивалась б кардинально. Алексей Неверов обещает заняться этим пытанием. Я имею пенсию обычную. Орден к этому не касается. Даже никаких повышенников ему нет. Это одно. Второе. Путёк, который становишься на мочи и пас, в общую очередь, никаких льгот в этом отношении не имеет мать. Нет уже. Если уже шесть детей, то значит тебе там всё. Опять имея угодную мать, у тебя нет. Увагу Лежихарки, посёлка Юбилейный, пришли на приём задразу некалькими пытаниями. У свой час яны по некольки десяти годзю отпрасывали на племзаводе «Бяроски», яке теперь неяснуе. Частковое его правопераемником стало сельгаз-падприемство «Тепличное», але никаких льгот былым работником племзавода, и оно не предоставляя. Ни у оздоровления, ни про уборцу урожаю на просядебных участках. У меня была люцерна на городе, оболотили. Ну, да, только веки урожаев. Вообще, сайте, что его не было. Так, что тут комбайн пришёл, там, 5 минут затратил. Я говорю, ну, как будет у нас есть скидка на это или что? А вы кто? А мы, скажу, племзавод «Бяроски», а сейчас, скажу, мы никто. А мне скидка. У нас только есть скидка для своих рабочих. А мы кто? Значит, надо рассмотреть вопрос, я с Уздолева позвоню директору, чтобы вот этих людей, человек 20 чуть больше, взяли их на учёт, на как пенсионеров, на профсоюз на учёт. И вот они просят на своих приусадебных участках, когда убирают жито, там, предположим, помогают, да, какую-то скидку, как профсоюзом делали, он там определённо. Всё-таки не так уже их много, они все работают на этой земле. Хоть официйно гэтый приём Алексей Невера управодил, як член Совета Республики, зверталіся до его не только як до сенатора, але и як до старшыни областных объединаний профсоюзов. Урешті гэта оправдана. Сёння профсоюзной структуры ёсць во усіх районах в области, что дозволяй выращать проблемы больш оперативна и эффективна. Надо окунаться в проблемах, действительно отходить от того уровня, откуда приехали люди, от той местности смотреть, конкретно вникать, и только тогда можно решить вопрос. А так, простыми отговорками «спасибо, до свидания» не получится, надо вникнуть, посмотреть и помочь, исходя из тех реалий, которые существуют, где они проживают.